Всем огромнейший привет! Сегодня я снимаю видео о своих покупках с сайта Алиэкспресса, их будет довольно таки много. И плюс ко всему я люблю с вами поговорить, поэтому видео получится, я думаю, достаточно длинным. Но вы теперь предупреждены об этом, поэтому запасайтесь, если что, терпением, чаем, к чаю чем-нибудь вкусненьким запаситесь. Ну и, конечно, желаю я вам всем приятного просмотра, если вам эта тема интересна. Это свое видео, я хочу начать с красоты. Смотрите, что мы для этой цели купили. Мы купили две новогодние или рождественские гирлянды, как хотите их так и называйте. Но мы купили и для того, чтобы использовать в течение всего года, чуть ли не круглосуточно, потому что они мега крутые, мега классные, очень сильно поднимают настроение. И когда их включаешь, сразу позитив возрастает очень-очень сильно. Одну из них мы уже повесили здесь, вы ее видите в качестве фона, она над изголовьем кровати. И вторую мы пока что еще не определили на ее постоянное место, потому что она ждет своего часа, она ждет ремонта в другой комнате, чтобы поселиться на фоне исключительно белой стены. Я думаю, что вот эти вот голубые такие светодиоды с белой стеной будут очень классно смотреться. А вот здесь, как вы видите, светодиоды мы выбрали в белом холодном свете, опять же, причем вечером, когда она включается, то они даже немножко отдают в голубой оттенок. И нам это очень сильно реально нравится, при всем при этом, вот достаточно этой гирлянды, чтобы осветить нашу комнату и сделать в ней такой некий интим, некое такое романтическое настроение задать. Особенно, когда огоньки включить на определенный режим, когда они не так часто мигают, то это получается вообще мега круто. Мы очень довольны этой покупкой. Но из технических характеристик здесь 8 режимов, причем 8 идет как мультирежим, совмещающий 7 предыдущих режимов. Она идет в длину 3 метра, высоту тоже 3 метра и светодиодов здесь очень-очень много. По крайней мере, нам их достаточно однозначно. Нет такого, что ощущение есть каких-то проплешен. В общем, мы очень довольны, особенно если учесть, что в нашем городе подобные гирлянды продаются в 3-4 раза дороже, чем мы купили на сайте Алиэкспресс. Следующее наше приобретение через интернет, это очень классная, очень полезная вещь, которую я, в принципе, изначально очень долго искала в наших местных магазинах, но безуспешно. Я вам говорю сейчас про электронику, именно поэтому я очень хотела все-таки купить у нас здесь, чтобы была гарантия, чтобы можно было посмотреть эту вещь перед покупкой, как-то более детально, более тщательно с ней ознакомиться. Но вот тем не менее, там не все признаки, которые мне хотелось видеть в этой вещи совпадали, поэтому пришлось нам прибегнуть к просторам интернета, и мы все-таки нашли то, что мне хочется. Посмотрите, электроника пришла вот в такой коробке, и плюс вот упаковка еще пленчатая, пупырчатая, да. Мне как-то показалось, что это не сильно надежно, и хотелось, чтобы нашу электронику все-таки лучше упаковывали, но она пришла, несмотря ни на что, в отличном виде, и нам очень нравится и качество, и вот все характеристики. Что же я не могла найти в нашем городе, почему мы реально купили их по интернету? Сейчас буду все вам рассказывать, показывать. В общем-то, я искала часы, чтобы они были в белом корпусе. В нашем городе, конечно, достаточно много магазинов, где продаются часы в белом корпусе, но когда их включаешь, у них у всех был красный циферблат. Красный цвет я особо, так можно сказать, мягко не перевариваю, он мне не нравится ни красный, ни розовый, ни все вот эти вот оттенки. Ну, если это не цветы, если это не кошки, то я их вот по собственной воле, эти цвета точно не хочу иметь в своей квартире. Ну, какие-то вещи, одежду, или вот в данном случае часы, я точно не хотела бы, чтобы у них были какие-то красные оттенки. И вот, все-таки нам удалось найти в интернете циферблат голубой у часов, причем он оказался очень интересным. Он идет, сразу работает в трех режимах, ну, не сразу, а вы выбираете, какой вам нужен. Вот сейчас он включился в ночном режиме, то есть это приглушенный цвет. Если здесь нажать на кнопочку, вот, вы заметили, наверное, часы стали более яркими. Это для дневного освещения, например, и можно еще раз нажать, и цифры вообще пропадают, их вообще не видно. То есть такое ощущение, как будто не выключено, но на самом деле, конечно же, время там идет, никуда оно не девается. Дальше у этих часов есть проектор, который на потолке показывает время, опять же, и тоже в голубом цвете, что мне очень нравится. Ну, единственное, что здесь нельзя у проекции как-то увеличить сами цифры, их можно только немножко крутить. И мы ими не пользуемся, но он включается, выключается, то есть можно его и не включать. Также здесь есть радио, есть настройки, то есть можно, во-первых, у радио прибавить, убавить звук, во-вторых, здесь 10 волн можно в память занести. И вот такая вот антенна, с антенной он работает лучше намного. Динамик находится с оборотной стороны, он достаточно хороший, не шипит, ничего, нам очень понравилось. Также можно здесь заряжать дополнительно свой, например, телефон подключить к зарядке, что экономит розетки, да. Потом из плюсов здесь есть два будильника, причем будильник можно включить как с помощью радио, так и стандартный такой пи-пи-пи. Очень классные часы, очень нам понравились. И, кстати, здесь еще можно вставить батарейку, чтобы не пропадало время, если вдруг у вас электричество отключается, ну или в данном случае у нас, чтобы часы не сбивались и все настройки, чтобы сохранились. Давайте все-таки оторву эту пленочку, они, вау, такие зеркальные, вообще, такие крутые. Следующее, что я вам хочу показать, опять же, можно сказать, из разряда электроники, это вот такая миниатюрная плойка, и она делает очень мелкое гофре, которое предназначается для того, чтобы приподнимать волосы у корней и создавать некий объем за счет этого. То есть, по идее, вот с помощью этой плойки мы только лишь корни обрабатываем, но, конечно, можно поэкспериментировать, немножко поиграть и взять какие-то прядки или одну прядку и пройтись вот этим вот гофре от самого начала до самого конца. Но она на самом деле очень-очень мелкая, и ваши труды могут не все, в принципе, заметить. Я уже экспериментировала, и реально не каждый это оценивает, не каждый это замечает, но вот у корней этот объем действительно очень видно, как бы он не навязчивый такой гофре, но при этом реально приподнимаются волосы. Кстати, плойку можно выбрать любого цвета, я, конечно же, выбрала своего любимого, такого голубого, нежного, немножко уходящий в бирюзовый цвет, там еще были желтые, розовые, по-моему, даже зеленые плойки я встречала, и выбрать вилку. Которая для вас актуальна, для вашей страны более правильная. Вот для нашей России, конечно же, актуальнее вилка евро. Еще что хотела сказать про эту плойку, то что, ну, она очень легкая, очень компактная, ее можно брать с собой, конечно же, можно это делать все и дома, но, в общем-то, у вас рука не устает от тяжести этой плойки. Потом, если вы ее куда-то берете, то действительно, она очень места мало занимает в сумочке, она очень легкая, вы практически не ощутите то, что вам придется, возможно, целый день ходить с этой плойкой, носить ее с собой в сумочке. И с обратной стороны, напротив нагревательных элементов, вот здесь все равно немножко так более сильно ощущается нагрев вот этого пластика, а вот здесь, ближе к концу нагревательных элементов, он практически сводится к нулю, здесь его вообще нет. Вот где нагревательных элементов нет, его вообще нет, но у кого рука более, может быть, большая, то вы, скорее всего, будете захватывать ту часть, где она еще греется, эта плойка, но это не критично, даже если держаться где-то сверху, я пробовала, то вы никакого ожога не получите и не будете прям так отскакивать от этой плойки, что очень жарко, да, то есть это все терпимо, это все достаточно комфортно. Ну вот здесь вот вообще она реально не греется, поэтому, ну, мне очень нравится, особенно за ее такую цену с такими характеристиками, мне кажется, что вообще мега крутая покупка, даже несмотря на то, что я собираюсь пользоваться ею достаточно редко, по каким-то очень таким серьезным праздникам, и даже при всем при этом, мне кажется, что вот эта вот покупка за то ли за 200, то ли за 300 рублей очень даже оправдана. Следующее, что я хочу вам показать, это опять же покупка, которая крутится около волос, а именно это вот такая металлическая щетка, которая предназначается для того, чтобы очистить вашу массажную щетку от запутавшихся в ней волос. Стоит она всего лишь 30 рублей, ну и в целом я считаю, что это действительно ее такая оптимальная красная, как говорится, цена. Причем, если вы хотите все-таки выбрать вот это вот основание, эту ручку в своем каком-то любимом цвете, а не рандомно, как за 30 рублей, какой вам цвет просчет продавец такой и будет, то вы можете заплатить уже 100 рублей, например, и выбрать непосредственно вот этот вот пластик сами. Все, конечно, на ваш вкус, на ваш кошелек, но я вполне довольна, несмотря на то, что я красный и все исходные от красного цвета не очень цвета люблю, то вот я, несмотря ни на что, все равно довольна очень сильно этой покупкой и даже вот в таком розовом цвете. Следующим моим приобретением стала вот такая силиконовая трубочка, которая предназначается для того, чтобы украшать ваши десерты или же различные вторые горячие блюда. И мне кажется, что реально, если даже просто приготовить какие-то стандартные рожки, такое дежурное блюдо, но при этом заполнить вот эту трубочку соусом или кетчупом и потом полить это как-то все интересно, ваши вот эти вот рожки приготовленные, то мне кажется, что такая подача блюда станет намного оригинальнее, намного интереснее и даже как-то вкуснее. Ну и плюс здесь есть еще дополнительные две насадки, то есть здесь разные диаметры меняются и несмотря на то, что я еще не испытывала в деле этот силикон и в целом эту трубочку, вот силикон здесь очень приятный, очень мягкий и никаких усилий совершенно не нужно прилагать, чтобы выдавливать, поэтому будет все очень легко и комфортно работать. Ну и плюс мне, конечно же, очень сильно нравится цвет пластика, который я заказала, то есть такой бирюзовый, насыщенный бирюзовый цвет, очень-очень красивый. В общем, на данный момент я этой покупкой очень сильно довольна и думаю, что в ближайшее время я начну ею пользоваться и поищу какое-нибудь интересное блюдо, не знаю, или десерт, или реально второе что-то такое необычное, чтобы воспользоваться этой трубочкой и показать вам ее в деле, то есть снять еще и видео на кулинарную тематику планирую, но не знаю, когда это будет. Следующей моей покупкой стал вот такой мега шикарный, нетривиальный, выполненный в ретро стиле пульверизатор. Я думаю, вы уже из этого даже ролика догадываетесь, почему он мне нравится, даже если не смотрели ни одного моего предыдущего. Ну, конечно же, из-за того, что у него основание выполнено из стекла и я подчеркиваю голубого цвета, который мне очень сильно нравится. Ну и само стекло мне здесь нравится, оно необычной формы, нестандартной, причем оно такое тяжелое, увесистое, смотрится все это солидно. Ну и верхушка эта тоже мне очень сильно нравится, вот сам вот этот вот ретро стиль пульверизатора непосредственно, это очень необычно, добавляет в комнате какого-то изюма, и мне кажется, очень так, в принципе, неплохо гармонирует с убранством этой комнаты. Ну и при всем при этом пульверизатор работает вообще просто классно, он может распылить как очень-очень мелко водичку в такие практически невесомые капельки, так и направить в такую целенаправленную струю, мощную достаточно. Единственный, возможно, минус у него, вот сейчас раскрою, чтобы вам было более понятно, то, что у него не достает до основания вот эта вот часть, куда попадает вода, то есть вы до конца воду никогда не можете использовать, но, в принципе, для меня лично это все-таки не особо какой уж и минус, особенно, когда у него столько плюсов, причем, ну, вот реально, это очень такая интерьерная вещичка, которая привлекает внимание. Ну и в целом я хочу сказать, что на сайте стекло, если вам в голубом цвете не нравится, то там есть очень много разных оттенков, так что вы, если вам в целом понравилась эта идея, можете, опять же, выбрать на свой вкус и цвет, ну и, конечно же, как и всегда, как и все остальные ссылочки, вы найдете внизу под этим видео в инфобоксе. Дальше я хочу вам показать три своих покупки, которые вы могли видеть осенью 2017 года, потому что они там уже участвовали, но, в общем-то, сейчас решила еще раз дополнительно показать, потому что те видео были узконаправленные, узкоспециализированные, я именно в тех видео рисовала на своих ноготках, и, в общем-то, там участвовала в видео вот такая палитра, палитра у меня в форме лапки кошачьей, она надевается на пальчик, и это очень удобно, то есть вы сюда наливаете лак, причем не один цвет можно, как-то их можно смешивать, и вам не нужно постоянно держать бутылочку с лаком открытой, и, причем, как вы понимаете, расстояние от ногтя до палитры можно сделать вообще минимальным, то есть это очень действительно удобно пользоваться вот такой вещью, классное изобретение. И также я вам показывала тогда вот такие вот камни-фубуки, это у меня сразу два набора, здесь более такие насыщенные, более яркие цвета, здесь более нежные цвета, более полупрозрачные, но все равно они тоже очень заметны на ноготках. Здесь очень много камни-фубуки, очень много этого материала, здесь, конечно, поменьше, но если вот вы, как и я, сами для себя исключительно рисуете, то я поняла, что вот этого набора вполне за глаза хватит, чтобы долго ему и упорно пользоваться, и долго и упорно всяко экспериментировать. Следующее, что я хочу вам показать, это будут уже одежды и аксессуары, но прежде всего я перейду к ним непосредственно, я хочу вам показать, как я собираюсь украсить свою одежду, а именно для этой цели я купила себе вот такие наклеечки, ну, естественно, с кошками, самым своим любимым зверем, это термоаппликации, то есть они наклеиваются на одежду с помощью горячего утюга, и я их заказала все у одного продавца, у этого продавца они даже чуточку подороже, но я решила, пусть они будут у одного все продавца, чем ждать вот по одной такой наклеечке от разных, к тому же, когда они такие мелкие посылки, больше шансов, что потеряются где-то, и поэтому я решила не рисковать, мне все-таки очень их хотелось. Качество вообще превосходное, поэтому, несмотря на то, что у этого продавца они подороже, я вам их рекомендую, у них все стежки аккуратные, мордочки очень реалистичные, нет никаких перекосов, вот ничего к чему придраться абсолютно нет, ну и сзади весь клеющий слой очень так равномерно наклеен, приделан, поэтому со всех сторон они вообще великолепны, мне кажется, что это очень удачная покупка, ну и эти кошечки, я думаю, вы догадываетесь, они крепятся на кармашек, если у вас тут блузочка с кармашком есть, то очень мило бы от этой кошечки выглядывать, ну или на платье, или на джинсы, на сумке, я думаю, в общем, можно придумать, куда их приустроить. Следующая моя покупка менее удачная, честно говорю, это вот такая аппликация, но она уже пришивная чисто, и мне не понравилось в ней то, что она лысовата, на мой взгляд, то есть в целом идея мне очень нравится, и вот я даже прощаю то, что здесь очень много лёски лишней находится, но вот мне не хватает пайеток. Идея нравится то, что в одну сторону эта аппликация одним цветом, с одними эмоциями, а если вы проводите рукой, то эта кошечка становится и золотистой, и спящей, в такую серебристую, с глазками, с сердечками. Ну идею, я думаю, вы поняли, да? Но действительно, для одежды, я изначально хотела её пришить на спинку джинсовки, она всё-таки недостаточно хороша, поэтому выкидывать я её, конечно, не буду, мне жалко, и скорее всего я сделаю из неё наволочку, на подушку, на какую-то такую, и она всё равно будет меня радовать, надеюсь. Но для одежды, честно, не очень. Но зато следующая покупка, опять же, наклейки, опять же, термоаппликации, вот они уже хороши, очень классные, очень мне понравились. Это две сиамские кошки, опять же, они достаточно большие, как и предыдущие, и я уже знаю, опять же, куда я их хочу приклеить. В общем, они сделаны снова из пайеток, ну мелкие, но они здесь уже никак не шевелятся, они прошиты. Также клеющий слой очень хорошо нанесён, без всяких пробелов, так равномерно, всё вообще отлично. И обязательно я вам покажу потом, как я буду одежду переделывать, не только там будут эти кошки участвовать, много чего ещё хочу изобрести на своей джинсовке, чтобы её украсить, чтобы её сделать более индивидуальной, так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, если вас эта тематика интересует. Далее, для украшения своей одежды из аксессуаров я решила приобрести значки. Я купила сразу 7 штук у одного продавца, опять же, всё по той же причине, чтобы не ждать от разных продавцов из-за нескольких копеек или из-за одного-двух рублей, вот из-за выгоды такой небольшой, не бегать по 10 раз на почту, и вот не волноваться за прибытие посылок, придут они вообще или нет. Я считаю, так всё-таки реально намного безопаснее и больше шансов получить желаемое. В общем, значки выполнены в едином стиле, во-первых, их объединяет кошачья тематика, естественно, во-вторых, они выполнены все из металла, и плюс у них цветное покрытие из эмали. Я их собираюсь комбинировать на своей одежде, когда я их буду носить, надевать сразу по 2-3 значка, и я думаю, что это будет очень классно, очень стильно, очень красиво. Причём два значка ещё можно носить, вот как сейчас я за кадром только что их прикрепила, ещё и на воротничке. Они между собой очень похожи, немножко разная расцветка, но мне нравится у них и форма, опять же, ещё и тут висюлька со стразиком, можно их, кстати, немножко опустить пониже, чтобы эта висюлька уже была за пределами воротничка, но мне вот понравилось и так. И, в общем-то, несмотря на то, что даже на моём платье много кошек, я считаю, что они тут вполне к месту, и, в общем-то, я считаю, что много кошек не бывает, по крайней мере, для меня это так. Я решила подойти к вам поближе, чтобы непосредственно всё-таки показать более детально эти значки на воротничке. Ну, надеюсь, что вам нравится, как они тут смотрятся, так же, как и мне. Затем я решила заказать для себя на сайте и обувь. Ну, изначально, конечно же, я пыталась найти, опять же, обувь у нас здесь, в Кирове, в наших местных обувных магазинах, но вот я не могу найти свой цвет, который мне бы понравился. Мне хотелось именно туфельки классического стиля, чтобы они были такие базовые, но вот именно в моих любимых цветах, которые будут сочетаться у меня, в принципе, практически со всей одеждой. Поэтому решила обратиться к сайту. Но вот этот вот заказ получился лично для меня такой двоякий. Мне он вроде бы и нравится, и нет. Смотрите, какие туфельки я для себя выбрала. Ну, мне кажется, очень красивый, очень классный цвет, такой нестандартный. И, в общем, я бы с удовольствием в них ходила, но у них есть несколько минусов. Есть и много плюсов, но вот есть и минусы лично для меня. Во-первых, у этого продавца было очень много расцветок. Это из плюсов. И даже голубые и бирюзовые расцветки, они были в разных оттенках, и поэтому я долго решалась, какой же именно оттенок мне хочется. Все-таки решила, что нужно начать сперва с одного какого-то цвета, посмотреть, что придет, что я получу в итоге, насколько все это подойдет, насколько мне это все понравится. Если вдруг, да, то, может быть, я бы еще заказала такие же туфельки, но в другой расцветке. Потом у него варьируется размер каблука. Можно выбрать каблук на 5, на 7 и на 10 сантиметров. И плюс, конечно же, разные размеры обуви. Изначально я с ним списалась, написала свой даже размер стопы. Он мне посоветовал определенный размер, и он, в принципе, соответствует с нашим российским размером, с нашими российскими мерками. То есть я заказала в итоге 36 размер. И вроде бы все ничего. Я оплатила заказ и ждала потом 2 недели. Но я так понимаю, из-за того, что у него огромный ассортимент, он не может в каждой расцветке держать каждую высоту каблука и каждый размер. Поэтому он делал их похожие индивидуально. 2 недели вот он, мне кажется, их делал. По качеству прошито все вообще великолепно. Нет никаких неровных стежков, нет никакого торчащего клея, подошва идеально. Все тут прошито. Внутри тоже кожа. Ну, кстати, было написано, что это натуральная кожа, но мне кажется, что все-таки это не натуральная кожа, а прессованная кожа. Может быть, она и была натуральная, но вот все-таки стала прессованной в итоге. И это вот не цельная кожа. Затем, если про плюсы говорить, то он очень хорошо упаковал в итоге. Посылка пришла достаточно после этого быстро. Номер отслеживался. Дополнительно он прислал еще набойки. Плюс еще такие мягкие силиконовые стельки. Вот для каждой обуви еще такой чехольчик прилагался. Но самой коробки не было. Но, когда я надела эту обувь, она села на мою ногу идеально. Прям реально, как будто он по каким-то моим рекламам ее шил. Я так сперва обрадовалась. Хотя, честно говоря, каблук, когда я увидела вот 5-сантиметровый, мне показалось, что он не совсем той формы, которую я бы хотела видеть. Он такой делает эту обувь более бабской, что ли, более такую возрастную категорию относит эти туфельки. Но, в общем, пока я дошла в этой обуви до зеркала, в этой комнате у меня нет зеркала, и я ходила в коридор, чтобы посмотреть, как эта обувь на ножке смотрится. Сверху я ее, конечно, видела, но хотелось покрутиться в этой обуви перед зеркалом. И, в общем-то, впервые за всю свою историю, за всю свою жизнь я натерла шагов за 20 себе на пятки, такие волдыри водянистые на обеих пятках. В общем, здесь очень такая твердая кожа, очень твердая вставка какая-то. Вот вообще не пластичная, не эластичная. И здесь я, кстати, тоже натерла, но не настолько сильно, не до волдырей водянистых. Но, в общем, это для меня был реально какой-то рекорд, причем, который я бы осознанно не хотела бы, конечно, никогда поставить. Поэтому это огромнейший минус. Теперь я даже не знаю, как я их буду носить. Хотя вот все остальное, ну реально, качество просто восхитительно. Он очень хорошо все сделал, все так аккуратно, все так красиво. Вот придраться не к чему, но есть такие минусы, есть такие нюансы. В завершении этого видео я хочу вам показать свою мега-крутую, мега-классную покупку, очень классное приобретение, от которого я пребываю в дичайшем восторге прямо до сих пор. И вот сейчас, когда я на него смотрю, у меня сразу настроение зашкаливает, очень становится позитивным. Я говорю про курточку, про ветровку. Наверное, вам даже лучше вот так вот показать. Здесь более понятно, от чего я пребываю в восторге. Это, конечно же, от кошек. Посмотрите, какие они милые, какие они классные. Они такие симпатичные, позитивные, хорошенькие. Ну просто вообще прелесть. И мне очень нравится рассветка эта, и мне нравится то, что эта ветровка не белая, как, кстати, на сайте она смотрится, а она такого приглушенного белого цвета, то есть молочная. И эти кошки, контур у них тоже не черный, как у многих смотрится, а синее. И, кстати, если вы опять же перейдете по ссылочке, то увидите, что большинство продавцов продают такую же курточку, но в обратном цвета расположены. То есть на картинке будут смотреться черный фон и белые кошки. Но на самом деле это, там даже, в принципе, написано, синий фон и вот это молочного такого цвета, контур у кошек. Так что теперь вы предупреждены, если вдруг, мало ли что, если решите заказывать подобную курточку. Ну, кстати, хочу еще также предупредить, что я заказала себе S-размер. Мало у кого из продавцов есть вот эта вот градация, там есть S и M-размер. Но у большинства все-таки единый такой размер, который больше похож, вот у кого я заказала, на размер M. Но я все-таки маленькая, миниатюрная девушка, поэтому я решила, что нужно самый-самый маленький постараться размер найти. И я не прогадала нисколько, очень довольна тем, как она на меня села, как будто вот прям с меня все мерки сняли и пошили именно на меня. Так как я миниатюрная, рост у меня 1,54 м, то будьте внимательны, даже если вы тоже носите в повседневной жизни, там, 38-й, 40-й размер, но при этом если вы высокая девушка, то вам вот рукав точно окажется коротковат. Если вы даже 1,60 м, то возможно для вас этот рукав покажется коротко. Из плюсов на рукаве есть резиночка, снизу подол тоже регулируется, его можно сделать более, эту ветровку такой свободной, можно немножко заузить. Плюс сама ветровка на молнии. И мне очень нравится то, что у нее есть капюшон. Все-таки я работаю фотографом, иногда приходится фотографировать на улице, всякая погода у нас случается, и дожди, и все равно и холодно где-то, и ветер сильный. Так что капюшон очень полезная вещь, особенно для меня. Я люблю реально все вещи, вот такие вот, верхнюю одежду, чтобы она имела капюшон. Есть карманы с обеих сторон, они также закрываются на молнию, достаточно такие вместительные, хорошие. Ну, больше я, конечно, особо ничего не могу сказать. Надеюсь, что она будет защищать и от влаги, от дождя, и от ветра, но пока что я не могу это проверить, потому что у нас настоящая зима, как у многих в понимании, особенно у европейцев, то есть у нас в феврале сейчас по минус 15, по минус 20, в март примерно будет такой же, ну, чуть может потеплее, но тем не менее, даже в марте и в апреле я эту ветровку, скорее всего, еще не смогу протестировать, но очень надеюсь, что и качество вот этого материала на непродуваемость и на непромыкаемость меня не подведет. Все мои покупки на этом закончились, я вам показала абсолютно все, надеюсь, что вам было со мной интересно, надеюсь, что вам мой обзор такой понравился, если это так, то не забывайте отблагодарить меня и поставить мне пальчик вверх к этому видеоролику. Также предлагаю подписаться вам на мой канал, чтобы не пропустить мои очередные видео, которых впереди будет еще очень много, ну и, конечно же, сразу предлагаю вам посмотреть еще мои предыдущие видеоролики, если вы впервые на моем канале, чтобы в целом понять, насколько я вам интересна, насколько мы с вами схожи по духу, насколько мы с вами сможем сдружиться. Я все-таки надеюсь, что дружба у нас состоится, и, кстати, я очень рассчитываю, что вы напишите мне комментарий под этим видео, конечно же, положительные, я с удовольствием все читаю и каждому из вас отвечаю. Также я предлагаю вам подписаться на мои соцсети, ссылочки на них вы найдете, так же, как и на все вещи, которые я показала в этом обзоре, внизу под этим видео в инфобоксе, а именно я предлагаю вам подписаться на мою группу ВКонтакте, которая называется «День из жизни кошки», и на мой инстаграм, который называется точно так же, как и этот канал, то есть Елена Тигрина. Там я выкладываю практически каждый день различные фотографии, вы сможете узнать, как я каждый день живу, чем я, как говорится, дышу. Ну, надеюсь, вам это будет так же интересно, и, конечно же, я очень рассчитываю, что мы там, на тех площадках, тоже станем с вами друзьями. Ну, а на этом я буду закругляться, буду с вами прощаться. Желаю вам всем огромнейшей удачи, до новых встреч и всем пока-пока!